Снова время новостей на нашем телеканале в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте! Для начала расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. После отказа рассматривать инициативы политической партии ШОР, депутаты обменялись острыми репликами. Законодатели также потребовали замены министра здравоохранения, труда и социальной защиты и объяснений, почему молдавские военные едут в Россию, страну которой является одним из лидеров по распространению COVID-19. Посол США в Молдове и бывший председатель Совета Европы отреагировали на потерю коалиции ДПМ-ПСРМ парламентского большинства. Хроники пандемии, 11 летальных исходов и 374 новых зараженных за последние сутки, а также новые очаги опасного заболевания. По всей строгости закона. За незаконные гонки теперь будут наказывать не только штрафом. Уголовный кодекс пополнился новой статьей, за которую проголосовал парламент. Далее все это и многое другое подробно. Спустя всего день после того, как правящая коалиция ДПМ-ПСРМ потеряла большинство в парламенте, президент Игорь Дадун предложил представителям ПДС и ППДП стать частью правительства наряду с социалистами и демократами. В то время как лидер ПДС Майя Сандук категорически исключает любое сотрудничество с ПСРМ, председатель ППДП Андрей Анастасия избегает ответа на этот вопрос. Глава государства Игорь Дадон объявил, что он готов в равной степени поддержать и нынешнее правительство, и другую формулу коалиции, в которой существенную роль будут играть ПДС и ППДП. Но при условии, если эти партии готовы взять на себя ответственность за управление нынешними кризисами в стране, экономическим и в здравоохранении. Об этом президент написал в социальных сетях. Дадон также считает, что деятельность парламента и правительства может осуществляться и при отсутствии политического большинства. Тем не менее, он признает, что законодательный орган сталкивается с серьезной проблемой, и ситуация может привести к досрочным выборам. По словам президента, необходимо, чтобы ПСРМ, ПДС, ПДП и ППДП проявили политическую ответственность и совместными усилиями нашли лучшие решения для предотвращения хаоса и анархии в парламенте. В одной из телевизионных передач Майо Санду спросили о возможном сотрудничестве с ПСРМ. Да, мы сотрудничали, видели. ПСРМ должна очистить свои ряды прежде всего от Игоря Дадона. Председатель ППДП на наш вопрос, готов ли он ввести переговоры о возвращении во власть вместе с ПСРМ и ДПМ, от ответа уклонился. Андрей Настасья лишь уточнил, что его партия выступает за отставку правительства Кику. ППДП считает, что правительство Кику должно уйти в отставку. Вместо этого правительства должен быть создан профессиональный кабмин, способный представлять интересы граждан, а не Игоря Дадона. Напомним, 17 июня депутат от ДПМ Евросиния Грецу, избранная в одномандатном округе номер 41 в Лиова, покинула фракцию и присоединилась к группе про Молдова. В результате коалиция ДПМ-ПСРМ перестала быть парламентским большинством и появилась возможность назначения нового правительства. Ранее 17 депутатов покинули демократическую партию, сославшись на неспособность руководства выполнить свои предвыборные обещания. Отметим, альянс ДПМ-ПСРМ в настоящий момент обладает 50 депутатскими мандатами, а оппозиция – 51. Вновь Молдова сталкивается с беспрецедентными проблемами, а ее граждане заслуживают честных и ответственных лидеров. Такое заявление сделал посол США в Кишиневе Дерек Хоган на следующий день после того, как коалиция ПСРМ-ДПМ перестала быть парламентским большинством. А экс-председатель Совета ЕС Дональд Туск назвал нынешний молдавский парламент недееспособным. В статье, опубликованной на странице посольства США в Молдове, Дерек Хоган отметил, что Молдова вновь находится на распутье и сталкивается с беспрецедентными проблемами. Соединенные Штаты остаются верным и постоянным партнером граждан. Мы твердо верим, что молдаване заслуживают честных и ответственных лидеров и возможности строить лучшую жизнь для себя и для будущих поколений. Я уверен, что сила и мужество народа Республики Молдова помогут преодолеть любой вызов для создания светлого и процветающего будущего. Также дипломат заявил, что помимо борьбы с пандемией мы должны уделять внимание и здоровью демократии в Молдове, а лидерам страны следует продолжать развивать независимые правительственные институты и обеспечивать свободные и справедливые выборы. Помимо этого, посол приветствовал принятие закона об НПО и подверг критике медленные действия правителей в борьбе с коррупцией и в обеспечении беспристрастности судебной власти. Коррупция способствует внешнему вмешательству в систему правосудия и финансов, препятствует иностранным инвестициям и предпринимательству, замедляет создание новых рабочих мест и вынуждает талантливых молодых людей искать возможности развития в других местах. Негативные последствия коррупции будут только усугубляться нынешним экономическим кризисом, считает Дерек Хоган. Бывший президент Европейского совета Дональд Туск также считает нынешний Кишиневский парламент недееспособным и говорит, что лучшим решением будет обратиться к гражданам, чтобы дать им возможность решать. В своем сообщении в Твиттере он упомянул, что Молдове нужно солидарное проевропейское большинство, представляющее волю народа. Реакции иностранных дипломатов последовали после перехода депутата от ДПМ Евросиния-Грецию в парламентскую группу про Молдова и потери демократами и социалистами большинства в парламенте. Мы связались с советником премьер-министра Виталием Драганчо. Он сообщил, что все правительства выполняют свою работу в той структуре, в которой они преуспели, и всегда есть возможности для совершенствования, в том числе в США. Демократы, в свою очередь, сказали, что они принимают во внимание взгляды партнеров по развитию, но уверены, что этот политический кризис возник прошлым летом после того, как ДПМ покинула власть, а затем сменилось несколько правительств. Социалисты убеждены, что решением этого кризиса станут досрочные выборы. И о происходившем сегодня в законодательном органе. Вспышка коронавируса в Аргеевском инспекторате полиции. 20 из 90 сотрудников заражены COVID-19. Об этом сообщила депутат от политической партии ШОР Марина Таубер, которая возмущена тем фактом, что инспекторат не был помещен в карантин. Парламентария обратилась с предложением провести слушание в парламенте министра внутренних дел Павла Войку. Вместе с тем группа ПРО Молдова объявила простой ввод ум недоверия по ситуации в здравоохранении, связанной с распространением коронавируса. Марина Таубер потребовала, чтобы министр внутренних дел представил на пленарном заседании парламента отчёт обо всех инспекторатах полиции в республике. Все остальные полицейские продолжают работать. Они рискуют и сами, и гражданами, с которыми ежедневно взаимодействуют. Мы просим, чтобы на пленарное заседание парламента пришёл министр внутренних дел. 47 голосов. Необходимого количества голосов не набрано. Депутат от партии Действия и Солидарность Михай Попшой потребовал от председателя парламента использовать своё право и пригласить всё же министра на заседание. «Эта проблема не только в Аргееве, но и в секторе Рыжкановка. В некоторых инспекторатах есть инфицированные полицейские. Эти офицеры обратились к нам, потому что их вызывают на работу. Их не тестируют. Это серьёзная проблема. Позднее пресс-секретарь МВД Алина Сбанка написала в социальной сети, что 164 сотрудника учреждения сделали тест на коронавирус нового типа. У 22 полицейских из Аргеева был подтверждён диагноз. По данным Сбанка, всего инфицированы 256 сотрудников Министерства внутренних дел. Один человек скончался. В парламент пригласили и министра обороны Александра Пынзаря, чтобы он прояснил ситуацию с молдавскими военнослужащими, которых отправили в Москву для участия в военном параде. В Российской Федерации инфицированы 553 301 человек. Фракция ПДС требует присутствия министра обороны, чтобы объяснить нам, по какой причине 75 молдавских солдат отправили в Россию. Александр Пынзарь не смог явиться в парламент, поскольку, по информации Министерства обороны, находился на севере страны. Представители ведомства заверили, что все 75 молдавских военнослужащих, которые находятся в Москве, здоровы и проходят проверку на COVID-19 после каждой репетиции. Депутаты группы «Про Молдова» объявили простой вотум недоверия по ситуации в здравоохранении, связанной с распространением COVID-19. Мы объявляем вотум недоверия руководителям центральных властей, ответственным за управление кризисом. Мы просим отделить Министерство здравоохранения от Министерства социальной защиты и назначить министра, у которого есть медицинское образование. Срочно пересмотреть политику тестирования населения, бесплатно и массово протестировать медицинских работников и населения. Не было необходимости давать вам слово с центральной трибуны. В ответ представители Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовали пресс-релиз, в котором заявили, что те, кто атакует учреждение, прекрасно знают, в каком состоянии находится медицинская система и проблемы, с которыми она сталкивается, а здоровье населения – это ответственность всех, включая правительство и парламент. Отметим, депутаты также приняли в окончательном чтении новые меры по поддержке предпринимателей в период пандемии. Проект представил министр финансов Сергей Пушкуца. Так предприниматели, которые заключили контракты с небанковскими кредитными организациями, смогут участвовать в государственной программе субсидирования. Кроме того, увеличивается сумма кредита, для которого выделят средства для погашения процентов займа. В четверг депутаты проголосовали и за отмену закона о гражданстве за инвестиции. Ряд законодательных проектов, предложенных фракцией партии ШОР, не были включены в повестку дня пленарного заседания парламента. Среди них – инициатива о предоставлении больших льгот работникам медицинской системы, а также проект об отмене запрета на ретрансляцию программ российского телевидения. Руководство парламента мотивировало отказ тем, что инициативы не прошли утверждения в профильных комиссиях. С другой стороны, депутат Марина Таубер утверждает, что эти заключения не обязательны. Однако противоречивые реплики переросли в ссору с обвинениями. Среди законодательных инициатив, предложенных депутатами от политической партии ШОР, есть проект, призванный предоставить врачам ряд льгот. Так работники здравоохранения смогут воспользоваться дополнительными услугами, такими, например, как скидки на определенные лекарства, бесплатный проезд в общественном транспорте или компенсация семье в случае смерти во время исполнения профессиональных обязанностей. «Мы предложили этот проект три недели назад. Я не понимаю, почему профильная комиссия не приняла этот документ». Однако депутаты выступили против этой инициативы. Другой проект, предложенный фракцией партии ШОР, касается отмены запрета на ретрансляцию программ российского телевидения. По словам представителей формирования, депутаты от ПСРМ официально отказались от своих обещаний, хотя и социалисты, и президенты Гридадон во время предвыборной кампании заверяли, что отменят так называемый закон о борьбе с пропагандой. «Предлагается изменить внутреннее законодательство, а именно исключить из Кодекса аудиовизуальных средств массовой информации непоследовательные пункты, которые запрещают доступ граждан Республики Молдова ко многим телевизионным программам». Но Пленум парламента отказался ввести этот вопрос в повестку дня заседания. То же произошло и с другими законодательными инициативами депутатов фракции партии ШОР. Речь о проекте об учреждении памятных дней, а также о нескольких инициативах по охране окружающей среды, таких как запрет на сжигание органических отходов и вырубку лесов. Председатель парламента Зинаида Гричаны заявила, что инициативы не имеют ни заключения правительства, ни заключения профильных комиссий. После этого и пошли резкие реплики. «Законопроекты, не требующие дополнительных средств из государственного бюджета, не нуждаются в одобрении правительства и заключении комиссий. Но вы, уважаемые социалисты, не забывайте, что вас профинансировал наш лидер Илон Шор, который дал зелёный свет Игорю Дадону, и благодаря нам вы находитесь здесь. Так что уважайте наших коллег, когда они представляют законопроекты, потому что, как видно, вы очень веселитесь». После этого депутат-социалист Григорий Новак стал угрожать своей коллеге. «Прокурор не говорил, что он до вас доберётся, но я думаю, что он доберётся и до вас. И вы сядете в камеру, где у вас не будет такого мягкого кресла, как здесь, а намного жёстче, где вы и проведёте долгие годы. Прекратите личные оскорбления. В нашей политике помогает, когда есть рюкзак, кулёк или другие сумки, в которые кладут доллары. Но я думаю, что мы не где-нибудь в тундре. И давайте как-то эти реплики о том, как вы отдали свои рюкзаки и кульки, вы оставите между собой и для прокуратуры». В ходе заседания депутат от политической партии ШОР Денис Уланов напомнил и о внедрении проекта системы электронного голосования в парламенте, который обсуждали ещё в начале этого года. Генсекретарь законодательного органа Адриан Албу сказал, что проект может быть завершён в сентябре. Перейдём к теме пандемии. Ещё 11 человек умерли за последние сутки из-за COVID-19. Также зафиксировано 374 новых случаев инфицирования. Обновлённые данные представил государственный секретарь Минздрава Константин Рымиш. Он также сообщил, что ситуация в центре временного размещения для лиц с ограниченными возможностями в Бельцах ухудшилась. В то же время в стране были зарегистрированы новые очаги коронавируса. Ещё 11 человек стали жертвами коронавируса нового типа. Общее число умерших достигло 444 случаев. После обработки примерно 1800 тестов у 374 человек подтвердился положительный результат. Семеро из них вернулись из России, Франции и Ирландии. Общее число инфицированных превысило 13 тысяч человек. 444 пациента находятся в тяжёлом состоянии, а 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. COVID-19 выявлен и в службе информации и безопасности. По данным учреждения, 15 офицеров инфицированы, но так как у большинства сотрудников лёгкая форма заболевания, они находятся дома в самоизоляции. Согласно информации СИП, ситуация не влияет на деятельность организации и рабочий процесс проходит в обычном режиме. Представители Минздрава также сообщили, что ситуация в Центре временного размещения людей с ограниченными возможностями в Бельцах ухудшается. Там проживает 428 постояльцев. Лица с подозрением на вирус изолированы и должны пройти тестирование. На сегодняшний день взято 50 проб для анализа. Положительный результат на COVID-19 выявлен у председателя Фалежского района Серджио Фентино и председателя Гладянского района Иона Кожакарь. Об этом заявила депутат ПДС Дойна Герман в социальной сети. Мы пытались дозвониться до председателей районов, но они не ответили на наши звонки. Кроме этого, поступила информация о вспышке COVID-19 на предприятии RedNord, где у 27 сотрудников был диагностирован коронавирус нового типа. Все заболевшие госпитализированы, несмотря на то, что у них легкая форма заболевания. На предприятии в 15 филиалах и центральном офисе работает более 1600 человек. И о ситуации в мире. За истекшие сутки выявили почти 120 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Общее количество инфицированных на планете составляет более 8 миллионов 400 тысяч человек. Новыми очагами COVID-19 стали Китай, Бразилия, Германия и Швеция. Власти этих стран усиливают карантинные меры. Чем больше случаев заражения COVID-19 анализируют ученые, тем более они склоняются к версии о том, что движущей силой пандемии стали не случайные контакты незнакомых людей, а массовые заражения внутри той или иной социальной группы. Это значит, что при условии запрета на массовые собрания и сохранения социального дистанцирования масштабной второй волны можно избежать. Открытие внушает ученым надежду, поскольку, если версия верна, то для того, чтобы остановить или хотя бы сильно замедлить распространение болезни, достаточно просто ограничить мероприятия вроде концертов или футбольных матчей, а остальные ограничительные меры значительно ослабить. В Бразилии зафиксирован очередной рекорд роста числа заболевших COVID-19. За прошедшие 24 часа в больницы поступило почти 35 тысяч новых пациентов. На данный момент в стране 880 тысяч активных случаев заболевания. К концу недели их количество, вероятно, достигнет миллиона. Учитывая, что в Бразилии проводится сравнительно мало тестов, реальные цифры могут быть значительно выше. В Бразилии, Мексике и Перу каждые 2-3 недели удваивается число умерших. В США стабилизировалось число выявляемых случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявил вице-президент страны Майк Пенс. По его словам, последние две недели фиксируются в среднем по 20 тысяч новых случаев заражения в день, в то время как в апреле данный показатель составлял 30 тысяч. Пенс добавил, что число госпитализированных снижается. У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева также выявлен новый коронавирус. Экс-глава государства находится в самоизоляции и работает дистанционно. Ранее стало известно, что COVID-19 также заразился спикер казахстанского парламента и глава Министерства здравоохранения страны. По последним данным, число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 15 800 человек. 60-летний румынский исполнитель Марчелл Павел заразился COVID-19. Прошлой ночью певца доставили в изолятор Института инфекционных заболеваний в Бухаресте. Артист несколько дней чувствовал себя плохо, но ему казалось, что он просто простудился во время съемок. Представители медучреждения сообщили, что пока не могут предоставить более подробную информацию о состоянии его здоровья. Перейдем к другим темам. В каждой премарии страны должен быть специалист по защите прав ребенка. С таким предложением выступила парламентская фракция политической партии ШОР, которая в скором времени зарегистрирует эту законодательную инициативу. Проект содержит ряд поправок к закону об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями. По словам депутата от политической партии ШОР Регины Апостоловой, ситуация, связанная с защитой прав ребенка в Молдове, сегодня вызывает тревогу, поскольку специалисты в этой области есть лишь в 17 премариях страны. По данным Национального бюро статистики, каждый шестой ребенок в Молдове воспитывается родственниками, так как оба родителя находятся за пределами страны, находятся на заработках за рубежом. И что характерно, 75% этих детей – это дети в возрасте от 7 до 10 лет. И это только одна категория детей, которым нужна профессиональная помощь. Регина Апостолова привела и другие статистические данные. На конец 2019 года лишь 11 тысяч детей, находившихся в ситуации риска, были зарегистрированы властями. А на самом деле, по утверждению депутата, таковых более 30 тысяч по всей стране. И все они нуждаются в защите и помощи. Этим детям нужна профессиональная помощь. В большинстве случаев ими занимаются или социальные ассистенты, у которых нет необходимой подготовки. А в случаях, где нет такого специалиста даже, эти обязанности ложатся на примара. Думаю, что все мы понимаем, что дети в таких условиях, естественно, полной помощи не получают. Отсюда бродяжничество, отсюда попрошайничество, ранняя наркозависимость. Регина Апостолова сообщила, что законопроект будет зарегистрирован в парламенте в четверг, 18 июня, и призвала депутатов из других фракций поддержать эту инициативу. Напомним, недавно депутаты формирования провели встречу с народным адвокатом по правам ребенка Майей Бенареску. Стороны пришли к мнению, что законодательство в области защиты детей во многом устарело и нуждается в пересмотре. Парламентарии также заявили, что в Аргеевском районе, которым руководит команда партии ШОР, запустят ряд пилотных социальных проектов для детей. Проекты, которые воплотили в жизнь в Аргееве, были предложены к обсуждению в муниципальном совете Кишинева. Инициатива представителей партии ШОР, предусматривающая выплату за участие советников в заседаниях в размере одного лея, была включена в повестку дня. Авторы документа считают целесообразным, чтобы кишиневские советники последовали примеру своих коллег из Аргеева, а за счет сэкономленных средств можно будет профинансировать социальные проекты. Инициатива советников от политической партии ШОР предусматривает, что вместо 2000 леев за участие в каждом заседании, муниципальные советники будут получать символическую плату в 1 лей. Валерий Клименко утверждает, что это сэкономит значительные суммы, которые могут быть направлены на финансирование местных социальных проектов или решение других проблем, с которыми сталкиваются жители столицы. Политическая партия ШОР предлагала, как это сделали в Аргееве и в Аргеевском районе, в муниципальные советники. На руки выдается один лей, остальные деньги идут в ход поддержки социальных проектов в муниципе Кишинева. Например, деньги бы эти пошли на увеличение количества людей, которые получили бы бесплатную медицинскую помощь при протезировании зубов или на другие социальные цели. Данная инициатива была включена в повестку дня и будет обсуждаться на заседании муниципального советника. К рассмотрению был принят и другой проект, по которому советники от партии ШОР предлагают своим коллегам отказаться от надбавок за деятельность на муниципальных предприятиях. По словам Валерия Клименко, одного из авторов инициативы, работа местных выборных должностных лиц в этих учреждениях, как правило, носит формальный характер, хотя за это они ежемесячно получают солидное вознаграждение в размере нескольких тысяч леев. Советник предложил направить эти деньги в фонд зубного протезирования для пенсионеров. Еще в декабре прошлого года в Аргееве по инициативе членов политической партии ШОР муниципальный совет принял решение о том, что выборным должностным лицам следует платить из бюджета символическую сумму в один лей за участие в каждом заседании. Сэкономленные деньги распределяются на социальные, благотворительные и градостроительные проекты. Эта сумма составляет около 60 тысяч леев в год. Продолжаем выпуск. Водители, которые будут участвовать в незаконных гонках, станут строго наказывать. Соответствующий законопроект, который предусматривает и уголовные наказания, был принят парламентом сегодня в первом чтении. В документе говорится, что участие водителя в несанкционированных соревнованиях, конкурсах или тренировках на дорогах общего пользования наказывается или штрафом в 32,5 тысячи леев или неоплачиваемым трудом в пользу общества в течение 180-240 часов и или лишением прав на управление транспортным средством до двух лет. Кроме того, штрафы предусмотрены и для организаторов гонок от 67,5 тысяч до 75 тысяч леев. Время на общественно полезные работы остается тоже от 180 до 240 часов, но предусмотрен и срок заключения от одного до двух лет. Напомним, в ночь на 17 мая в центре Кишинева произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека. Аварию спровоцировал водитель машины, которая на большой скорости проехала на красный свет светофора и врезалась в такси. В результате ДТП погибло два человека. Происшествие вызвало большой резонанс в обществе. И еще одна, уже можно сказать, ставшая привычной за последнее время новость в завершении нашего выпуска. Утром 18 июня поступило третье за месяц сообщение о том, что в здании посольства Российской Федерации в Молдове находится взрывное устройство. Анонимное сообщение поступило на электронную почту Министерства внутренних дел. В нем сообщалось, что в посольстве находится взрывоопасный предмет. Работа саперов длилась почти час, в течение которого движение транспорта на близлежащем участке было приостановлено. Это вызвало недовольство многих жителей столицы. Сообщение было получено в 9.03. После этого полицейские отцепили здание по периметру и саперы приступили к проверке. После проверок, проведенных полицией в здании посольства Российской Федерации, подозрительные или взрывоопасные предметы обнаружены не были. По данному факту, инспекторатом полиции столичного сектора Буиканы возбуждено уголовное дело для выяснения всех обстоятельств. Во время проведения оперативных работ полиции движение транспорта по бульвару Штефан Челмари в районе посольства было парализовано. Водителям и пешеходам пришлось ждать, пока саперы завершат проверку. Скорее всего, ничего нет, и они ничего не найдут, но это заставляет всех беспокоиться. Плюс к этому приходится ждать на остановке, пока все это закончится. Речь идет о бомбе. Это преступление очень серьезное, и тот, кто это сделал, играет с огнем. Заканчивайте эту игру, которая парализует почти весь город. Напомним, третий раз за последний месяц полиция получает сообщение о минировании российского ДИП-представительства в Молдове. В похожих анонимных посланиях была информация и о подозрительной сумке возле посольства США, в которой якобы находилось взрывное устройство. Аналогичный случай произошел и перед зданием МВД, где также обнаружили сумку, в которой впоследствии нашли часы и цветы. 17 июня здание Кишиневского суда в центре столицы эвакуировали из-за сообщения о бомбе, которая оказалась ложным. По всем этим фактам начато уголовное расследование, однако до сих пор полиция не выявила подозреваемых. Таким был этот день. Далее вас ждет еще прогноз погоды на 19 июня. Я же Алиси Кайряк на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем канале. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Плюс 28 прогреется воздух и в Аргееве, и в Унгенах, а вот в Дубосарах столбики термометров остановятся на градус ниже. В Террасполе и Камрате ожидается до плюс 27. В Кагуле же обещают плюс 26. Далее перенесемся за пределы нашей страны. В столицах Румынии, Украины и России также пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами. При этом в Бухаресте и Москве температура воздуха составит 26 градусов выше нуля, а в Киеве – 29. Также дождливо и плюс 20 в Лондоне. А вот в Мадриде солнечно и 29 градусов тепла. Кратковременные осадки и 22 градуса со знаком плюс обещают в Париже. Плюс 24 и временами дожди, перемежающиеся с солнечной погодой, в Риме. В Берлине пасмурно и дождливо, и всего 18 градусов выше нуля. В Афинах же небо ясное и 32 градуса жары. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!